друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ребят ну что ж субботы нас всех поздравляю сегодня наши выходные законные так скажем и конечно же вам всем желаю провести эти выходные в кругу своих родных и близких всего вам самого самого наилучшего огромное вам спасибо хочу передать за вашу поддержку у меня я вчера вечером поздно уже выложила аудиорассказ о свой да ну не мой конечно же не моего сочинения ну аудиорассказ так скажем да который я зачитала спасибо огромное за ваши добрые теплые комментарии за ваши за вашу поддержку мне было очень приятно их читать ну что ж ребят а сегодня вы знаете я хочу вам предложить вот какой момент интересный уралочка уралочка что сама уралочка что ее ближайшее окружение всегда говорят о зависти ну это понятно в принципе оскомину набили по полной программе мы уже к этому как говорится привыкли но не зря я всегда говорю да о том что о зависти говорят исключительно сами завистники потому что они без этого чувства не жить они могут абсолютно и плюс знаете люди глупые люди которые не в состоянии аргументировать что-то не в состоянии парировать что-то они тут же кричат а завидуешь так сказал потому что завидуешь но это только недалекие глупцы которые знаете книг никогда в жизни не открывали которые ничем заинтересовать не могут два прихлопа три притопа ё-моё это чё да чё и так далее вот только вот это их уровень здесь все понятно ребятки сегодня мне в рекомендованных выскочил канал гусариха я этот канал уже на ю тубе видела я не являюсь его поклонницей да ну как бы вот канал и канал но кое-что я на этом канале когда заходила смотрела кое-какие видео я смотрела пусть не до конца потому что честно я не могу смотреть видосы которые там по 45 по 50 минут мне во первых жаль своего времени во вторых ну как бы если это обыденная жизнь человека да то в принципе для меня она особо ничем не примечательно то есть это все то же самое что есть и у нас в нашей жизни все тоже самое да но вот что мне хочется сказать ребят вот я вспомнила почему-то глядя на хозяйку вот этого канала гусариха я даже не знаю кстати как ее зовут я вспомнила крики уралочки по поводу того когда она сама уралочка сама ребята называла себя шикарной женщиной и вот мне хочется сказать уралочки я знаю уралочка вы сарафаном меня смотрите внимательно самого моего первого обзора на вас когда вы еще побежали мне писать угрозы да и вас заскринила и все это выложила у себя в сообществе дело не в этом вот уралочка я к тебе обращаюсь и хочу тебе сказать вот посоветовать канал гусариха зайди туда и посмотри как выглядят достойные шикарные девушки женщины это же язык не поворачивается хозяйку канала гусариха назвать женщину вот девушка красивая яркая интересная воспитанная красивая русская речь грамотная речь хорошо говорит да конечно у каждого из нас есть какие-то там моменты никто как говорится не без изъяна это естественно и я не являюсь ее там какой-то поклонницы я не смотрю ее видео да то есть осмотрела буквально там несколько и так далее понятное дело у каждого из нас то у каждого блогера у каждого человека что там блогер у каждого человека есть те кто нас любит есть те кто нас не любит есть те кому до нас вообще нет абсолютно никакого дела конечно гусарихи я уверена тоже есть армия так скажем тех кто ее терпеть не может но я не это обсуждаю абсолютно и не надо мне писать вы не правы вы ее не знаете я высказываю свое мнение в обзоре я высказываю всегда свое мнение не бывает правильного или неправильного мнения бывает мнение свое и мнение чужое и надо уметь как говорится чужое мнение тоже до понимать что это тоже мнение другого человека так вот я вот глядя на нее ребят не знаю сколько ей 40 45 до красивая молодая девушка красивая интересная достойная живет со своими родителями да переехали в тюменскую область купили дом дом двор все у них хорошо цивильно выглядит да она живет вместе с родителями вместе со старшей сестрой старшая сестра кстати тоже очень симпатичная насколько я помню у нее по моему свой кулинарный канал тоже то ли гусариха готовим дома что-то такое короче девочку родила вот эта главная героиня дочки дочки то ли 5 то ли 6 лет но такая куколка но такая принцесса но понимаете вот все идет от семьи да воспитание есть достойные девчонки достойной дочери да у родителей хорошие родители такие тоже сами по себе интересные люди девочка маленькая это вообще просто это вот просто куколка знаете ну вот и смотришь на все на это дом красивый хорошо все сделано ремонт отличный уралка глаза разуй посмотри на свою халупу однокомнатную оглянись ну уж коль ты нас обвиняешь постоянно в зависти да то я буду говорить с тобой именно так оглянись на свою убогую жизнь оглянись на свою халупу в которой ремонта отродясь в жизни никогда не было и то что делал сарафан в прошлом году переклеивал там обои это не ремонт ремонт там должен был быть другой там надо было менять абсолютно все так вот вот эта халупа вот этот товарищ рядом с ней которому до нее нет абсолютно никакого дела который сидит чешется который сидит ничего из себя не представляет ничего не знает да и вот эта тетя на которую смотреть порой страшно кричит о какой-то зависти тетя которой два слова связать не может которая русского языка отродясь в глаза не видела прожив всю жизнь в россии ребят только вдумайтесь вот опять же два прихлопа три притопа это как раз таки про нее и про ее вот этого товарища и она кричит о зависти уралка глаза разуй посмотри на девушку 40 летнюю красивую интересную умную не читать и бить беда нее как до китая до отмазков и грубо говоря и живет живет одна без мужчины и а бы кто не нужен ей такие как сарафан твой точно не нужны абсолютно живет с родителями уважает своих родителей любит своих родителей с сестрой прекрасные отношения тоже не читать себе да которую и сестру предала и всех родных и близких дочка есть прекрасная девочка дом прекрасный ремонт отлично сделан все очень хорошо все действительно как-то достойно вот ты понимаешь уралка это не про тебя достойно это вот про других женщин достойно и я бы понимаю если бы ты была на месте вот этой гусарихи да ведь гусарик а гусариха по сути выкладывает обзор на свою жизнь как она говорит это наш аудио наш видео вернее дневник да то есть мы показываем свою жизнь понятное дело они зарабатывают на youtube канале у них и просмотры хорошие и на канале достаточное количество зрителей на одном и на кулинарном и на кулинарном не тяп-ляп ляпает ее сестра старшая а готовит нормально достойно на хорошей кухне ребят учета никто не кричит про зависть да что то не надо гусарихи вываливать свои грязные трусы какие-то каким-то трясти нижним бельем чтобы кого-то заинтересовать да живут и показывают свою обычную размеренную жизнь оказывается ребят на ютубе смотрят не только фриков ютубовских как уралка с сарафаном да как поберуха как колеса нет есть еще и достойные люди гусариха ее семья да даже ира многодеточка да многие другие которых мы с вами сейчас озвучивать не будем потому что это знаете не хватит так скажем время до вечера чтобы озвучить абсолютно всех и понятное дело у них тоже есть свои хейтеры это все понятно не без этого человек не монета золотая чтобы нравиться абсолютно всем но дело не в этом я о другом хочу сказать и опять же я высказываю свое мнение я хочу сказать о том что некоторым людям не надо трясти своим бельем вытаскивать какие-то моменты дабы заинтересовать публику к ним просто приходят и отдыхают и отдыхают душой да а вот уралки приходится друзья мои кричать ругаться со зрителями посылать на три веселые буквы факи показывать да что они там чего они там только не сделали для того чтобы заинтересовать собою зрителя вот так оказывается у всех абсолютно по-разному я бы ребят еще поняла если бы она жила вот так как живет гусариха да достойно достойном доме достойном хорошем ремонте да со своей семьей с близкими людьми как у нее написано в описании канала я живу со своей дочкой да со своей сестрой родной и со своими самыми близкими людьми человек сделал акцент с мамой и с папой и вот действительно для тех кого воспитывали в хороших семьях да кого любили дети родители любили своих детей те дети всегда будут помнить и маму и папу и никогда не забудут да ну правда есть конечно разные дети есть те которые забывают и и оставляют да и так далее что только не происходит но просто вот я хочу сказать уралка знаю смотришь так вот если бы ты выглядела так и жила бы такой жизнью да как та же вот гусариха про которую я тебе говорю вот просто сравниваю тебя с блогером вот тогда можно было бы еще вякнуть что-то про зависть в твою сторону тебе с чему завидовать тому что ты вообще по нулям абсолютно везде ты не состоялась ни как жена не как мать не как хозяйка потому что хозяйка это значит дом уралка и не надо рассказывать про то как тебе было тяжело когда болел муж твой муж болел всего-навсего последний год а до этого вы жили с мужем вместе и ты рассказывал нам истории о том как ты уходила буквально вот 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 только вот ранним ранним утром и приходила поздней ночью соответственно ты должна была зарабатывать правильно работать к чему-то стремиться хозяйка это дом даже однокомнатная квартира должна быть вылизана да вот если ты претендуешь на звание хозяйки должна выглядеть хорошо там должен быть ремонт там должна быть хорошая мебель да как то все должно быть чин чинарем учитывая что вы зарабатываете деньги у вас вообще нигде ничего не видно ребята говорится о том что у нее где-то она там живет если этот где-то и живет со своим сыном это одно она-то точно живет в этой квартиренке и ничего у нее больше за душой то и нет возможно где-то какая-то копейка конечно же отложена да но опять же глядя на нее глядя на ее внешний вид на вот эту шапочку на вот это вот пальтишко зарабатывая деньги муж меня извините можно было и приодеться поприличнее поэтому уралка не навешивай на себя огромное количество наград и медалей ни одной из них ты не заслужила абсолютно ты просто женщина по жизни тяп-ляп у которой ничего не сложилось не получилось и ты пытаешься всех обвинить в том что тебя не любят потому что тебе завидуют наверное соседи уралка тебя не любят потому что тебе завидуют твоей жизни как это так да жизнь прям буквально королевишна у тебя мы ее и видим наблюдаем каждый божий день оглянись по сторонам посмотри на влоговых блогеров не на обзорщиков да а на влоговых блогеров с которыми вы стоите на одной линейке потому что вы показываете свою жизнь вот посмотри на такую как гусариха молодая красивая возможно ей 40 возможно ей 45 я не знаю но она красивая интересная девушка грамотная воспитанная с хорошей речью с хорошим словарным запасом живет в хорошем доме да живет достойно воспитывает своего ребенка не тащит к тебе любые штаны а бы были рядом уверена такого сарафана даже бы не глянула рядом бы не села это сто процентов поэтому уралка чья бы мучала про зависть твоя бы точно молчала вот достойные девушки и достойные женщины никогда не будут кричать о том что им завидуют никогда им просто воспитание не позволит а уж ты тебе хочется сказать в очередной раз посмотри на себя внимательно и окинь взглядом свою жизнь тут не завидовать тут плакать надо причем тебе конкретно самой ребят вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока